В Артёмовском начали происходить изменения в плане борьбы с мусором. И в ремонте дорог, и в плане благоустройства. Но это можно отметить только на первый взгляд. Если присмотреться, то делается всё как-то не на совесть, лишь бы отчитаться. Так, в продолжение темы мусора, буквально на днях по городу можно было наблюдать установленные огромные бункеры, причём переполненные до отказа. Жители домов района Парковый не знали, к кому обращаться. Их территорию буквально превратили в свалку ТБО. Напомним, данные бункеры были установлены перевозчикам, заключившим договор с администрацией для ликвидации несанкционированных свалок. Здесь ранее были установлены два больших бункера. Крэп устанавливал по заданию администрации. И, собственно, население приучили к этому месту. Раньше свалка мусора была в меньших объёмах. После того, как были установлены контейнера, здесь свалка достигала масштабных измеров. Руководство администрации Артёмовского городского округа, решив ликвидировать несанкционированные свалки в городе таким способом, превратило их в санкционированные, дав понять жителям со всего района, что можно везти сюда. И ведь люди везли, причём отовсюду, даже не имея никакого отношения к данной территории, где стояли бункеры. Пример – район парка чуть не утонул в твёрдых бытовых отходах, привозившихся сюда по пути. Со станции, с города, они все сюда и газели, и скоропомощь. Автобусы приходят прямо, всё сюда высыпают. Всё сюда. Я говорю, санкционировано свалка. Понимаете, мы сами выбирали. Вот, допустим, с этой улицы привозят, прямо высыпают, что в контейнер уже и это-то не входит. Наташка, прямо рядышком усыпали, а мы сами выбирали. Отметим, до установки бункеров здесь уже стояли контейнеры, рассчитанные на данный частный сектор. Вывозим отходы вот с данного места. У нас здесь заключен публичный договор на посёлок Парковый. Мы установили свои контейнера, потому что оказываем услугу населения частного сектора. Но сюда мусор везут все многоквартирные дома. В том числе и многоквартирные дома, и предприниматели. На сегодняшний день бункеры убраны. Остались контейнеры, обслуживающие данную территорию транспортной организации ТБО. Экоарт. Ситуация ещё стала хуже, отметил руководитель Экоарт Анна Чеснокова. Мусор по-прежнему везут отовсюду. Скажите, а вот как изменилась ситуация после того, как убрали бункера? Как бункера убрали, у нас сейчас вообще идёт завал. Ранее хоть мы два раза в день вывозили мусор со своих двух контейнеров, сейчас мусора в два раза больше. Придётся устанавливать ещё дополнительно контейнера. Ну как бы не выход из ситуации. Жители частных домов жалуются на то, что у них здесь под их окнами организована свалка. Такого вообще в принципе не должно быть. Здесь рассчитано у нас на четыре контейнера. Ну, к примеру, либо на два контейнера, которые мы должны вывозить раз в день. Фактически мы вынуждены сюда ездить два раза в день. Иной раз и три даже. Иной раз, да, и три раза. Бункеры стояли ни день и ни неделю. И даже не месяц людей приучили. Ведь контейнерные площадки до сих пор оборудованы, увы, не в каждом дворе. Да и зачем ждать и успевать к мусоровозу, когда организованы были такие свалки. Поехал и закинул. А почему вы идёте сюда? Объясните. А куда мне везти? Вот видите, какой вопрос. А куда людям везти? Как объяснять? Не, а зачем их поставили? Мне скажите. Чтобы мы любовались на это. Ну. А у вас не ходит мусорка? Все не вывозят, а я виноват. А у вас мусорка не ходит? Ходит. Я в это время дома не кипаю. Да. Сегодня здесь, в районе парка, бункеров нет. Но, по традиции, мусор сюда продолжают привозить. Даже не задумываясь, что установленные контейнеры предназначены не для всех. Ещё хуже стало. Там две банки таких больших за сутки полные были. Сейчас вот три раза вывозили эти. Три раза вчера вывозили. И вот видите, что делается. Или ставить больше банок, или чаще вывозить. Вот они вчера вывозили три раза. Кого-то две баночки. А тут два таких короба, восьмикубовых стояло. Два. И то за сутки они полнёхоньки были. А тут кого-то баночки. Люди подряд едут все. Они уже привыкли люди. Выяснили, что тогда, когда стояли баки большие, эти баки стояли для уборки несанкционированного мусора. Значит, в те баки можно было бросать всё. Да? Со всего города платили. За весь город платили. А сейчас получается, что эти баки только ваши. Они не города. Так не города. Может быть, и сама наша. Но везет-то город. Они как везли в большие, так и в маленькие везут. Разницы нет? Никакой. У меня вообще обращение гражданам, сознательным гражданам нашего города. Если вы видите, что контейнера переполнены, то не нужно мусор ставить рядом. Контейнера рассчитаны именно на тот объём, на котором они здесь установлены. У нас сейчас контейнера расставлены и на станции. Жители станции должны пользоваться своими контейнерами. С 1 сентября будут установлены контейнера и части города. Получается, начали борьбу с мусором, не подумав, с жителями не посоветовавшись. Ведь кому-то баки необходимо устанавливать, а кто-то категорически против их установки. Соответственно, результат – город не стал чище. А у жителей нервы слабже. В этом и есть Артёмовское самоуправление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова